Пожароопасный сезон в Волгоградской области официально начался в апреле. Готовность региона к борьбе с огненной стихией обсуждалась в Калачевском районе, где накануне под руководством губернатора Сергея Баженова состоялись учебно-методические сборы. В них приняли участие сотрудники МЧС, главы муниципалитетов, члены добровольных пожарных дружин. Из Калачевского района репортаж о Желике Антипиной. Лето в Волгоградской области – самый опасный период для лесных насаждений. Вероятность пожаров экстремально высока, а потому задача и власти, и жителей – сделать все, чтобы не допустить стихию. В прошлом году, пожалуй, впервые за несколько лет удалось должным образом наладить профилактическую работу. Кроме того, по распоряжению губернатора Сергея Баженова было создано пять новых пожарных депо в Николаевском, Кумылжинском, Средняхтубинском, Камышинском и Котовском районах. А в Клецком и Даниловском появились два опорных поста. Я знаю, что очень многое сделано и по линии МЧС, очень многое сделано по отрасли лесного хозяйства в области. Сегодня очень сделано в плане мониторинга ситуации. Очень важно сегодня упредить эти события, выявить на первом этапе пожар и потом принимать грамотные оперативные решения. Для этого в Волгоградской области действует система обнаружения пожаров, которая на расстоянии показывает горячие точки. Активно создаются и добровольческие бригады. Именно они могут потушить пожар в самом начале, пока до места добираются профессиональные огнеборцы. Еще четыре таких подразделения появятся в этом году, а также откроются два отдельных поста в Алексеевском и Еландском районах. Сегодня противопожарная служба, наши дружины, муниципалитеты имеют все необходимое для того, чтобы не допустить возникновения пожароопасного периода, но если вдруг пожар возник, чтобы быстро его ликвидировать. Самая главная сегодня задача во всеоружии встретить противопожарный и пожароопасный период. С технической точки зрения для этого есть все необходимое. Приобретено аварийно-спасательное и пожарно-техническое оборудование, а также 24 единицы техники на базе автомобиля «Урал». Ключи от двух таких машин Сергей Баженов вручил главам Светлоярского и Суровикинского районов. Новые автоцистерны перевозят большой объем воды, и для обслуживания машин достаточно всего трех специалистов. Она, во-первых, заменит малопроходимые старые автомобили, которые на базе ЗИЛов, в основном ГАЗ-53, такие автомобили. Это высокопроходимая техника, более современная, с новым оборудованием, насос здесь повышенной мощности. Но какими бы современными машинами не пользовались пожарные, главная ответственность каждого жителя. Стратегию борьбы со стихией обсудили участники учебно-методических сборов. Задача одна, подчеркнул губернатор, профилактика. Без этого не получится свести к минимуму человеческий фактор, который по-прежнему является главной причиной возникновения лесных пожаров.